всем привет вы на моем канале сметанка вяжет спицами меня зовут настя и в этом видео мы разберем с вами вот такой вот красивый узор этот узор я нашла в книге 250 японских узоров от автора хитомишида схему я вставила в начале видео к сожалению не распечатала мне было не получилось у меня распечатать поэтому вяжем без схемы но она очень простая тут во всем можно разобраться раппорт узора состоит всего из 8 петель и 8 рядов узор вяжется на основе резинки один на один но все лицевые петли здесь вяжутся скрещенными покажу в этом видео как он вяжется при вязании поворот на передами и расскажу только как он вяжется при вязании в круговую узор настолько простой что показывать как он вяжется по кругу не имеет смысла просто расскажу там только нужно понять как вязать при по кругу именно вот лицевые петли но все и давайте приступим нас набираем на спицы количество петель кратно 8 при поворотном вязании дополнить плюс 2 петли кромочный плюс петлю для симметрии предлагаю всегда набрать если вяжем поворотными рядами если же мы вяжем вязание по кругу то по кругу мы набираем четко кратно 8 петли никаких дополнительных петель при вязании в круговую не нужно так я наберу на спицы буквально два рапорта 8 плюс 8 16 плюс 1 петля для симметрии это 17 и плюс 2 петли кромочные и того 19 петель наберу на спицы так набрала на спицы я 19 петель вяжем первый ряд 1 кромочную снимаем не провязывая последнюю вяжем всегда изнаночной вяжем первый ряд 1 кромочную снимаем дальше вяжем резинку один на один начинаем с изнаночной петли ту которую мы набирали для симметрии изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая вяжем до конца ряда провязали первый ряд второй ряд все четные ряды всегда вяжутся одинаково без всяких перекрещивания и изменений вяжем второй ряд 1 кромочную снимаем вяжем просто все петли по рисунку но нам нужно будет вязать изнаночные петли скрещенными так чтобы на лицевой стороне они у нас были скрещенными лицевыми наверно изнаночная сторона вяжем первую петлю лицевую она же изнаночными на той стороне значимые просто вяжем обычно лицевой а изнаночную мы вот так вот разворачиваем вяжем изнаночной вот за эту вот стеночку снова лицевая изнаночную разворачиваем и вяжем вот за эту стеночку следующем ряду я покажу как вязать лицевые петли так чтобы нам не приходилось потом и эти изнаночные петли переворачивать вяжем продолжаем вязать ряд резинку один на один изнаночные петли скрещенные лицевые обычные при вязании по кругу вот этот ряд вяжется просто по рисунку и при вязании по кругу вяжем по рисунку провязали мы два ряда третий ряд в третьем ряду тут уже нужно как бы делать перекрещивание но мы провяжем еще два ряда я как раз вам покажу как вязать лицевые петли так чтобы нам не приходилось на изнаночной стороне их переворачивать и видите тут можно хоть сколько провязать рядов допустим да чтобы рисунок например какая-то часть была а можно сразу же начать перекрестить перекрещивание чтобы все полотно было вот именно с этим рисунком раппорт узора мы начнем вывязывать и через два ряда сейчас у нас идут четыре ряда установочные вяжем третий ряд так третьем ряду вяжем первую кромочную снимаем дальше идет изнаночные и вяжем обычный дальше нам нужно лицевые вязать скрещенными если мы будем вязать ее вот за эту стеночку она у нас получится обычная мы вяжем вот за эту неудобную стенку вот вот так заводим спицу и вот так сверху накидываем сверху нить вытаскиваем петлю если вязать скрещенные петли именно вот таким образом то на изнаночной стороне нам не придется их переворачивать вяжем еще раз показываю завожу за переднюю стенку спицу сверху набрасываю нить вытаскиваю петлю вот таким образом вяжем третий ряд до конца самостоятельно так провязали 3 ряда 4 ряд 1 кромочную снимаем лицевых вяжем обычные а изнаночные видите она уже легла именно той стенкой которую мне нужно за которым не нужно привязать провязать обычно они мне вот так стоят я их снимаю и вот так разворачиваю здесь она уже стоит таким образом как мне нужно все завожу сюда спицу и вижу обычную изнаночную петлю лицевую провязываю изнаночные обычные изнаночные так мы вяжем до конца ряда со следующего ряда у нас начнется вывязывание уже самого раппорта при вязании по кругу все четные ряды просто вяжутся по рисунку изнаночные обычные лицевые скрещенные при привязании по кругу а поворотными рядами наоборот изнаночные скрещенные лицевые обычные так пятый ряд начинаем отсчет это у нас будет первый ряд мы начинаем делать перекрещивание первый ряд раппорта вяжем первую кромочную снимаем дальше у нас шла петля для симметрии изнаночной просто вяжем ее изнаночной дальше у нас тут три петли лицевая изнаночная лицевая нам нужно провязать следующим образом рабочую нить оставляем перед работой снимаем 2 петли дальше вяжем лицевую петлю нашу скрещенную провязали теперь на левую спицу возвращаем 2 снятые петли заводим сзади вот так спицу и меняем их местами поменяли теперь смотрим мы продолжаем вязать резинку один на если это у меня лицевая значит следующий должна быть изнаночная она же была лицевая в прошлом ряду изнаночная дальше лицевая скрещенная так провязали 3 петли дальше дальше 5 петель вяжем просто по рисунку 12345 мы провязали первый раппорт 2 раппорт повторяем рабочий нить перед работой снимаем 2 петли вяжем одну лицевую скрещенную провязали дальше возвращаем 2 петли снятая на левую спицу вот таким образом сзади завели спицу и поменяли 2 не провязаны с одной провязанной дальше продолжаем вязать резинку один на один это лицевая следующий нас изнаночная дальше снова лицевая и 5 петель по рисунку 1 2 3 4 5 мы провязали 2 раппорт и последняя петля у меня кромочная дальше второй ряд раппорта мы вяжем просто по рисунку вяжем его самостоятельно встретимся в третьем ряду узора третий ряд узора вяжем первую кромочную снимаем 1 изнаночная дальше вяжем 2 петли по рисунку лицевая изнаночная делаем перекрещивание уже следующим образом рабочий нить остается за работой снимаем одну петлю сняли дальше у нас было перед снятой петли изнаночная продолжаем резинку значит вяжем одну лицевую 1 изнаночная провязали теперь меняем местами 2 провязанные петли с нашей не провязаны заводим спереди рабочую спицу вытаскиваем поменяли местами дальше продолжаем резинку изнаночная лицевая это у нас лицевая скрещенная дальше две петли по рисунку 3 петли свиняюсь провязали 3 петли мы провязали первый раппорт второй раппорт повторяем 2 петли по рисунку 12 рабочий нить за работой снимаем лицевую петлю изнаночная вяжем лицевая изнаночная меняем местами 2 провязанные петли с одной не провязанной вяжем эту петлю и знака и лицевой скрещенной дальше изнаночная лицевая изнаночная провязали мой второй раппорт кромочная четвертый ряд возвращаемся вяжем по рисунку встретимся в пятом ряду так вяжем пятый ряд первую кромочную снимаем дальше вяжем 1 изнаночная для симметрии дальше вяжем по рисунку раппорт узора лицевая 1 2 3 4 провязали 4 петли по рисунку рабочий нить за работой снимаем лицевую петлю вяжем лицевая изнаночная меняем местами провязанные две петли с нашей одной не провязанной про поменяли вяжем лицевая скрещенная изнаночная мы провязали 1 раппорт 2 раппорт повторяем вяжем по рисунку 1 2 3 4 петли снимаем рабочую нить за работой снимаем лицевую петлю вяжем лицевая изнаночная меняем местами провязанную с не провязанными 2 провязанность не провязанной вяжем ее лицевой скрещенной на изнаночная и кромочная провязали 2 раппорт 6 ряд возвращаемся вяжем по рисунку и встретимся с вами в седьмом ряду провязали 6 рядов 7 ряд вяжем так седьмой ряд 1 кромочную снимаем дальше 1 изнаночная для симметрии вяжем дальше следующим образом 1 2 2 петли по рисунку даже рабочая нить перед работой снимаем две петли сняли вяжем одну лицевую скрещенную дальше меняем местами две провязанные ой одну провязанную с двумя не провязанными поменяли вяжем 1 изнаночная 1 лицевая дальше лицевая ой изнаночная лицевая изнаночная провязали 1 раппорт 2 раппорт повторяем лицевая изнаночная рабочая нить перед работой снимаем две петли вяжем одну лицевую петлю скрещены конечно же дальше меняем местами 2 не провязанные петли наши провязаны заводим сзади спицу поменяли вяжем дальше продолжаем рисунок изнаночная лицевая изнаночная и кромочная провязали 2 работ дальше 8 ряд мы возвращаемся вяжем по рисунку и так далее узор повторяется с 1 по 8 ряд делайте такие перекрещивания сколько вам потребуется и мы получаем вот такой вот узорчик здесь порисовываться начал так и сейчас покажу как он вяжется при вязании по кругу при вязании по кругу количество петель четко кратно 8 никаких дополнительные петель для симметрии и так далее тут не нужно и показываю просто как вязать здесь лицевые петли нечетные ряды вяжутся точно так же как я вязала при поворотном вязании отчетные ряды вы просто вяжите по рисунку показываю как мы вяжем здесь лицевые петли вот наша петля заводим вот так вот спицу подхватываем рабочую нить провязали скрещенную петлю дальше 1 изнаночная и снова точно так же мы вяжем петлю ведь она получилась скрещенная изнаночная если мы ее провяжем вот за эту стеночку она получится обычная петля но мы вяжем вот за эту стенку и получаем скрещенную петлю все и так далее мы вяжем этот узор повторяя каждые 8 рядов на этом все надеюсь мое видео вам было полезным ставьте класс подписывайтесь на мой канал всем пока пока